всем привет друзья с вами оружейный магазин max gun youtube канал max gun и сегодня пойдет видео обзор о замечательной пневматической pcp пневматики ну точнее это даже не понимать как конструктивно схоже изделие с пневматическим оружием торм голиаф magnum значит давайте по техническим характеристикам я сейчас быстренько пробегусь ствол у нас 550 калибр 6 35 миллиметров винтовка в дереве был пап и данная винтовка у нас она с редуктором интересный редуктор здесь поближе придется посмотреть редуктор с внешней настройкой по его давлению да здесь конечно же в идеале нам вырезать отверстие ну то есть не отверстие выборку такой да то что мы могли бы сюда залезть и специальным ключиком его настраивать далее с другой стороны выкрутив этот шестигранник сюда мы можем прикрутить барометр маленький да и наблюдать какое давление у нас в редукторе за редуктором объеме ну в редукторе то есть да вот он за редукторный объем эта винтовка значит настраивалась под нашего клиента клиент выбрала массу пули два с половиной грамма то есть мы редуктор настроили по два с половиной грамма с одинаковой скоростью плата в принципе большой получается давайте будем пробовать значит ее сейчас на отстрел так как винтовка с редукторная редуктор у нас настроен где-то на 140 атмосфер вот по скорости у нас диапазон скорости в принципе правильный предположительно правильной по кучности вот мы пользуясь случаем выехали на природу да то есть попробуем ее на кучку если нам не будет хватать этой скорости мы ее сейчас как бы немножечко увеличим давление в редукторе да то есть но я думаю что будет все идеально и я считаю что больше скорости прибавлять не надо вот друзья ну что перейдем к стрельбе сейчас у нас будет пристрелка вот хочу сразу же немножечко сказать о сегодняшней оптике оптика у нас от компании милайт прицела в первой фокальной плоскости от 5 от 4 до 25 крат да то есть на 34 трубе 56 линза оптику я повесил на кольца от компании contessa то есть трудно выбрать сейчас колечки да то есть какие-то найти особенно 34 трубе вот пожалуйста да то есть недорогие кольца но относительные дорогие авиационный алюминий сплав на шести болтах крепления очень даже неплохо здесь у нас встроенный я вам так сейчас покажу на кольцах у нас видно не видно будет встроенный уровень чтобы делать смотреть на завал винтовки правильно ли у вас завал винтовки вот такая вот такие вот колечки кольца хорошие качественные оптика тоже качественная сегодня мы будем отстреливать получить значит триггеркам хорошую картинку получается только на премиальную оптику да то есть понятно что прицелы не бюджетные на письки пневматику мы их редко используем чаще всего мы их используем на огнестрельном оружии ну почему бы нам вам не показать хорошую картинку с нашей камеры триггеркам отстрел по мишеням поэтому мы взяли эту оптику для пневматики так ну что я предлагаю сейчас осуществить пристрелку на 50 метров пулями дальше я хочу сказать и порекомендовать вам бюджетный дальномер от компании вектор мерит 600 метров и мерит десятые числа ну то есть десятый метр мы сейчас посмотрим на каком на какой дистанции у нас эти мишени я вам это озвучу обязательно итак первая мишень по которой мы будем пристреливать нашу винтовку 52 метра вторая мишень гонг 83 метра и лисица 118 метров все дальномер нам больше не нужен ну что я предлагаю при стрелке перейти итак друзья мишень 52 метра я знаю что пуля у нас сразу будет лететь ниже поэтому я делаю подстройку так настраиваемся кратности конечно маловато я прибавлю вот так вот будет удобно пробуем два с половиной грамма слаги как всегда на поле присутствует ветер но да ладно сразу вижу что выше вот здесь вижу куда у нас пуля приходит отлично все пробуем собрать какую-то группу да чё-то у нас группа не собирается нормальная мы попробуем дать на редукторе чуть больше давления и пятый и сделаем просто еще один отстрел по нижней мишени так теперь сейчас я вам продемонстрирую как и каким образом идет настройка редуктора нам подан понадобится шестигранник и понадобится вот такой ключ такой ключ комплекте не идет он покупается отдельно снимаем болты крепления цевья и сзади здесь такой же есть болт я до конца снимать ее не буду этого будет достаточно далее в этот ключ к желательно что-то продеть он вставляет сюда я пробую его сейчас затянуть нет я сейчас что-нибудь найду чтобы сюда продеть какой-нибудь шестигранник чтобы нам был рычаг крутить его вот можно использовать такой шестигранный ключик выпал я думаю что сделаем 0 4 1 4 оборот все хватит приподняли давление делаем новый отстрел собираем винтовку в обратном порядке вот эту вот часть нужно выровнять чтобы болтик нее попал далее мы затягиваем цевьё все попали цевьё притянулась сильно ничего затягивать не надо здесь то же самое все сейчас я надую винтовку дадим более высокое давление и пробуем отстрелять накачиваем винтовку очень удобно сделано на штормах поворотный защитный такой колпачок повернули открыли клапан где куда вставляется штуцер закручиваем стравочный винт со шланга давление открываем баллон давление сравнивается видим манометр растет все сравнялось закручиваем баллон открываем стравочный винт со шланга вытаскиваем шланг готово проще всего накачивать винтовку с баллоном нежели чем с насосом либо компрессором поехали дальше и так делаем еще одну серию смотрим на кучку надо бы поменять мишень конечно я сделаю по-другому мы сейчас будем отстреливать по поверхней части мишени вот выберем вот этот вот крестик пулю значит естественно у нас давление выросла пуля стала лететь быстрее но и выше может быть отрыв какой-то сейчас посмотрим нет большой разлет давайте роняем опять давление я это сделаю за кадром и так отстрел номер три на группу пробуем меньше давление так друзья что-то стало вроде бы вот сейчас был отрыв жесткий возможно это пули пробуем дальше пробуем что-то собрать нет уже не нравится так поднимая 5 давление немножко вот ну и таким образом в принципе мы под эту пулю вернемся на нормальное давление пробуем сделать серию еще а и что что будешь делать были дня не получается и так друзья наконец-то мы нашли подобрали скорость я ее не знаю я приеду на работу и обязательно замерю чтобы знать к с какой скоростью по 20 грамм настраивать смотрите слаги по с какой скорости летят кому интересно будет я в комментариях напишу ну отвечу смотрите вот у нас группа получилось вот она вот это наша группа квадратики я напоминаю 29 миллиметров то есть ну отличная группа давайте под нее настроим я целился сюда и чуть выше все теперь я предлагаю отстреляться по гонгу сейчас я проверю давление и постреляем и так друзья вот таким образом настройка идет редукторной винтовки то есть мы видим что в шторме нам очень просто это сделать потому что все наружу не надо разбирать резервуар стравливать давление с резервуара то есть это такое долго задать но такое занятие да то здесь все мы настроили его поджали поджимаем скорость растет против часовой стрелки крутим скорость падает я включая запись на камере триггер и мы стреляем по гонгу 50 метров довольно таки интересно так теперь у нас гонг на расстоянии 80 метров сколько мы там мерили в начале ролика говорил я думаю что у нас падение будет где-то вот на двойку я сейчас сразу же подведу на центр гонга вот таким образом пробуем так следующий гонг ну да я с поправками угадал смотрите как хорошо у нас летит все ну еще давайте теперь и лисица у нас 118 метров я думаю что еще нам нужно добавлять где-то так я думаю ну да вот на двойку будет сейчас добавим даже побольше я думаю так вот добавил все итак друзья переходим на более дальние уже расстояние лиса поправки я ввел пробуем попасть непонятно выше или ниже пробуем еще попал и видимо а все вижу чуть выше у нас просто уходит вот так вот сделаем стреляем по лисиц есть два с половиной грамма пули слаг смотрите как она себя хорошо ведет на дальние дистанции прям вообще группа замечательно все в одну точку просто я делаю небольшую поправочку и мы стреляем с вами в голову лисы есть попадание вот таким образом то есть редукторная винтовка под легкие пульки замечательно настраивается то есть вот вам пожалуйста два с половиной грамма пули слаг значит дистанция 118 метров давление у нас еще есть то есть довольно таки большой большая дистанция для пневматической винтовки но вы посмотрите насколько приятно да то есть и кученька она летит сейчас был ветер и небольшой отрывчик ну да ладно это это нормально то есть я вообще ни разу вот не промахнувшись пока да то есть по лисе всю группу все в голову то есть стрельба дает какое-то не знаю удовольствие от такой стрельбы получаешь удовольствие да то есть когда у тебя все четко летит все точно настроено вот пожалуйста все в башку лисиц ну что друзья принципе мы все видели значит опять же давайте я вам покажу что значит редуктор с внешней настройкой вот он пожалуйста дома можно здесь сделать выборку на цевье на заводе к сожалению этого не делают но производитель думает об этом в будущем запустить опять же вот здесь видите как сюда я могу вкрутить манометр то есть это мне не будет мешать даже если будет это мешать можно сделать выборку небольшую видеть какое давление у нас в резервуаре точнее не в резервуаре а за редуктором давлении вот здесь у нас происходит регулировка то есть приехали понимаем что кучность пули у нас не устраивает регулируем редуктор далее отрегулировать можно еще здесь где антибсдум поджатием ударного клапана и поджатием пружины самой ударника все других регулировок у нас нету все в принципе здесь мы получаем на шторме на виду друзья винтовка интересная это новые да сейчас редуктора такие идут с этими винтовками вот то есть я крайне рекомендую далее опять же мы сейчас настраиваем под клиенту денис тебе большой привет и спасибо за доверие за заказ вот денис дальше может ее в принципе перенастроить над более тяжелые пули не на два с половиной грамма например на три на три с половиной опять же поджимаем здесь настраиваем больше даем давление в редуктор все пожалуйста у нас винтовка даже такая под полнотелые пули мы позволяем с большим за редукторным объемом настроить себе под тяжелую пулю даже редукторную винтовку но в принципе редуктор можно вообще снять вот друзья наш ролик подходит концу хочу сразу сказать что наша вся продукция которую мы обозреваем на нашем канале да то есть это оптические прицелы это крепление этих прицелов то есть кольца также эти прицелы естественно подходят на оружие огнестрельная мы чаще всего используем вот так кольца тоже хорошая pcp пневматика настройка pcp пневматики мы осуществляем нашем магазине то есть вы можете заказать у нас купить эту винтовку и получить готовый продукт уже на руке друзья с вами прощаюсь подписывайтесь на наш канал всем пока ну и делайте свои заказы всем пока и удачи метких выстрелов